Не так уж давно, но было дело. Висел на въезде в город Боннирок. Мы строим города. В течение последних нескольких лет, в слово мы, помимо магнитостроя, управления капитального строительства комбината, фирмы Монолит, Высотник и еще, включились десятки фирм, предлагающих жилье горожанам. И у нас действительно появилась свобода выбора. И свобода выбора, и своего собственного дома в том числе. И не всегда и не везде соотношение цена, качество и достойность – это незыблемое правило. Бывает то, что красиво, по сути, декоративная кожура дешевого строительства. Но не желая сталкивать лбами застройщиков и указывать на недостатки каждого, сегодня познакомимся с жильем достойным, выстроенным фирмой Апрель. Тема капитального строительства, тема строительства вообще, казалось бы, должна быть забыта в то самое неспокойное время, которое опять наступило. А с чего это оно, неспокойное время? Мы живем, мы кушаем, мы делаем планы о жизни, о собственной. Мы можем поменять собственное жилье на нормальное жилье, на собственный конкретно дом. Потому как даже тот, кто живет в панельной многоэтажке, даже тот, кто живет в элитном жилье Ленинского района, мечтает, ну, во-первых, не слушать соседа, с утра. Во-вторых, не задумываться о том, кто над тобой, кто под тобой. И вообще, зачем это надо, когда весь нормальный мир предпочитает собственные дома. Выгода в приобретении домов в небольшой этажности. Но это прежде всего, это ваш собственный дом и ваша собственная земля. Извините, это не зеленка на четыре стены и на воздух, который даже мэр Лужков может спокойно у вас забрать. Ну, а мэр других городов сделает это в три раза легче. Поэтому давайте поработаем с фирмой Апрель, которая предлагает вам абсолютно новострой. Это не дома в поселке Крылово, где опять же могут подникнуть вопросы с собственностью. Это дома в поселке Радужный, дома вот такого проекта на трех хозяев. На сегодняшний день, я думаю, что 40 метров на человека, это как бы тот минимум, та потребность в жилье, которая на сегодняшний день, она, ну, осуществляется. Благосостояние народа, оно растет. И я думаю, что у этого проекта очень большое будущее. В связи с тем, что, да, там выполняется примерно где-то норматив по 40 метров на человека, плюс земельный участок, плюс гараж. Значит, и я думаю, что как бы в отличие от дома индивидуального, здесь еще достигается некоторая, скажем, экономия. То есть, три дома, три квартиры одновременно построены в один дом, с себестоимостью примерно где-то получается как дом. Вот, в результате мы остаемся в цене и выполняем те потребности людей, которые как бы есть. То есть, в 40 метрах и в земельном небольшом участке, в гараже, и все это под боком. Человек, который мечтает о нормальных жилищных условиях. Да, это, в принципе, есть неплохие квартиры, но даже тот же жилищный фонд города Магнитогорска, это стояк на весь подъезд, это батареи, которые иногда не очень хорошо греют. Что мы здесь исключаем из нашей повседневной жизни? Да, здесь индивидуально у каждого свое отопление, водоснабжение, электроснабжение, естественно. За счет того, что своя котельная, то есть индивидуально у каждой квартиры, вы уже исключаете то, что кому-то жарко, кому-то холодно. У нас зачастую бывают эти коммунальные такие вот казусы, когда на первом этаже жарко, или на пятом этаже жарко, на первом холодно, или наоборот. Здесь вы регулируете все под себя. Это первое. Второе, значит, вы не платите за метры отапливаемой площади, вы платите за те ресурсы, которые расходуете. То бишь газ, электричество, вода. То есть от всех вот этих вот таких коммунальных платежей, в принципе, освобождены здесь. То есть, говоря еще дальше об экономии, это тоже можно учесть. То есть сегодняшние кварплаты, они как бы говорят о том, что об этом тоже нужно думать. Типовые и грамотно продуманные проекты дома на трех хозяев имеют место и право быть построенными и в России, и в Штатах. И престижнейший Бруклин, район проживания банкиров, юристов и врачей, выстроен как раз по такому принципу. Свой гараж, несколько этажей, приусадебный участок для отдыха, а не для пахоты. Скажем честно, внимательно облазив весь дом и тот, что находится на этапе строительства и запущенный в эксплуатацию, мы нашли свои преимущества и особенности у каждой секции. Но одно достоинство на всех очевидно. Кто бы мог подумать, совсем недалеко от города Магнитогорска и совершенно не слышно заводского шума, шумокомбината. С видом на реку Урал, пусть вас не пугает это, смотрится это очень красиво. Воздух свежий здесь, это очень далеко от промышленной зоны. И по поводу хозяйственных аспектов фирмы «Апрель». Я могу сказать, как хозяйка, совершенно точно о радиаторах. Это современные, очень удобные радиаторы. Преимущество в том, что они российского производителя. Нагревается очень легко. И если вдруг жарко, я думаю, здесь проблем с холодом не будет. Если вдруг жарко, вы просто их убавляете или прикрываете. Еще преимущество пластиковых окон. Пластиковые окна также отечественного производителя. Хорошие широкие подоконники. Это очень уютно и очень пригодится в домашнивании интерьера. С двойными стеклопакетами окна пластиковые. Точно так же профиль российского производителя. Но, думаю, сейчас уже не нужно объяснять людям о преимуществах пластиковых окон. Вы, видимо, обратили внимание на толщину стен. Я думаю, что на качество строительства мы не использовали, наверное, специально мы не использовали какие-то новые материалы. Не пытаемся экспериментировать на наших клиентах. Все достаточно традиционно. Начиная от бетона, арматуры, кончая шлакоблоком и всеми штукатурными растворами, которыми это все обрабатывается. Соответственно, что касается стеклопакета, да, тоже достаточно дорогой профиль. Профиль Rehaun мы используем. Это Еврокомфорт окно нам поставляет. Достаточно хорошие наши друзья. Поэтому, значит, я думаю, то, что все традиционно, все испытано. И поэтому все вот так получается. Что вы заходите, и как будто это отдельная квартира, отдельный дом, стоящий с отдельным своим участком. Вы видели, там некоторые с заборами уже обносят его. И получается, ну, вообще, свой дом. Нам, конечно, необходимо понимать, что наши дома по умолчанию должны стоить дороже тех, что строят в Европе, Штатах или Китае. У нас стены должны быть в два раза толще, соответственно, в два раза теплее и прочнее по умолчанию. У нас выше энергозатраты. И чем тяжелее дом, тем прочнее должен быть фундамент. Дома, строящиеся фирмой Апрель, выполняются запасом прочности и надежности. Фасадные стены в метр толщиной, потолки 3,50, перегородки между секциями, обеспечивают полнейшую шумоизоляцию. Канализационные, водопроводные, теплопередающие коммуникации индивидуальны для каждой секции. Что жёстко и без гламурности, зато надёжно, тепло и правдиво. Фирма Апрель строит, ну, во-первых, из материалов, которые покупаются, разумеется, в рублях. Это что? Этот цемент наш, Малитогорский? Это шлакоблок? Это радиаторы. В общем, то, что мы умеем делать. И, кстати, рассеяние это умеет делать совершенно неплохо, так же, как и стеклопакеты. Поэтому цена вопроса, цена вопроса более чем приемлемая. И вы, ну, в данный конкретный момент можете, в общем, немного залезть в долги, а куда деваться, и обменять свою престижную трёхкомнатную квартиру, либо четырёхкомнатную, ту вообще обменяйте без доплаты, на такой вот коттедж. Сколько стоит денег сюда вложить? Давайте по минимуму скажем. Проводка обойдётся примерно в 50 тысяч рублей. Полы, в принципе, готовые, но лёгкая стяжка и ковровое покрытие. Рекомендую ковровое покрытие. Это как минимум, ну, тоже 50 тысяч рублей. Кое-где кафель. Ну, а остальное и большую часть денег у вас займёт, конечно же, мягкий уголок, кровать, спальня и всё остальное. Иллюзиурность нашего бытия – это та самая зелёнка, которую мы получаем. Ну, некоторые получают и в ипотеку. И вот мы приобрели, что мы приобрели? Мы приобрели четыре стены и потолок с полом. Но любое жилье имеет какой-то срок эксплуатации. И всё-таки зелёнка главнее, по-моему, на участок земельный, на котором вы уже в дальнейшем можете делать всё, что угодно. И этот участок будет только исключительно вашим. Здесь мы соблюдаем это основное правило. Правило человека на землю. Право, да. Да, право собственности на земельный участок у каждой квартиры, соответственно, свой. Наряду с тем свидетельством о регистрации собственности на квартиру, человек получает свидетельство о регистрации собственности на земельный участок, который, естественно, зарегистрировано везде, в кадастровых организациях, в регистрационной палате. Всё это да так. То есть вы получаете всё право собственности на всё. И на дом, и на землю. Отдельные фирмы предлагают нам попробовать поучаствовать в покупке кондоминиумов в посёлке Крылово. Такому застроенному достаточно. Чем вы выгодно отличаетесь? Ну, скорее всего, новые сети. Дело в том, что вот три года, как в посёлке Южном, за три года, скажем, существования вот там нашего строительства, там сделалась новая канализация, новый водопровод. То есть это не перегруженные сети, которые уже в посёлке Крылово, ну, скажем, давным-давно себя износили. Вот. Возможно ли подобное строительство в посёлке Крылово, как вот, скажем, мы строим сейчас здесь, не знаю. Потому что нагрузка на сети, соответственно, сразу вырастает из участка каждого, скажем, с каждого участка. Здесь три квартиры всё-таки получается. То есть где-то втрое возрастает нагрузка на сети. В посёлке Радужном с этим всё в порядке. То есть, я ещё раз говорю, что там новая канализация, новые водопроводы, всё это вот делается, вот только всё с нуля. Конечно, можно было бы пиарить проекты на стадии строительства и проектирования. И, скажем честно, некоторые так и делают. Но вот вам, так сказать, обжитой результат. И уже другая реальность. Реальность посёлка Солнечный. Реальность индивидуального сектора южных районов города. Без суеты, шума и пыли. Без проблем с коммуникациями. Без необходимости ставить ваше любимое авто на стоянку и топать по холодку. Если мечта россиянина о своём доме в деревне, прописанной в три жизненных обязательства, имеет место быть, то почему бы её не реализовать совместно с жилищно-строительной компанией «Апрель», а? Ну и теперь для тех, кто ещё сомневается, но желает построить свой собственный дом, это, ну, по крайней мере, надо бы и характер, и силу воли иметь. А если есть своя квартира, да неплохая, как можно облегчить, то процесс перемещения в свой конкретно дом, то есть, можно ли отдать свою квартиру в оплату части этого дома, оформить ипотеку, в конце концов, всё равно же, политика государства, политика президента России, политика премьер-министра, это всё-таки стимулирование ипотеки, она будет поддержана, тут даже вопросов нет. Да, в принципе, я думаю, что условия, ну, сугубо, конечно, индивидуальный подход у нашей компании к каждому клиенту. Скажем, если у нас первоначальный взнос, там, в районе 30%, это тот же взнос, что вы отдаёте за любое оформление ипотеки. Принимаем вторичное жилье, причём вторичное жильё принимается не метр к метру, а по рыночной его стоимости. На сегодняшний момент, скажем, стоимость метра на вторичном рынке у нас почему-то выше, чем стоимость квадратного метра на первичном рынке. Казус, ну, такой у нас есть в городе, в принципе. Вот. И поэтому получается, что, сдав, скажем, даже и не очень хорошую квартиру, по рыночной стоимости, вы делаете очень большой взнос в покупку этой квартиры. И последнее, это уже на сегодняшний момент, хотя, как бы, тяжело не было банкам вот в этот период, но они дают, они кредитуют, значит, клиентов наших, получивших уже зелёнки. И это происходит, скажем, наверное, 70% из-за того, что в собственности у них находится и земля, и строение.